здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединились всем всем здравствуйте я получила письмо от одной замечательной девушки лили фрицак и что она мне пишет пишет она доброго вечера катюша дужи дякую вам так я буду вам сразу переводить так будет лучше так чтобы все понимали лилечки сразу скажу дорога моя я буду спелкуватися зараз російською тому що мен зараз дивляться дуже багато глядачів з різних куточків добре сподіваюсь вы не запорядживатыма так значит пишет лилечка доброго вечера катюша большое спасибо вам за хорошие рецепты для здоровья и красоты пусть господь бог благословит вас и подарит вам больше вдохновения всего самого наилучшего у меня есть к вам два вопроса случилось так что много лет назад я находилась большой депрессии я стала замечать что у меня слишком сильно ухудшилась память и вообще состояние здоровья не такой как хотелось бы можете ли вы поделиться каким-то советом по поводу улучшения здоровья в таком состоянии скажите что можно принимать для стимулирования мозговой деятельности чтобы улучшить память большое спасибо так лилечка дорогая моя я вам сразу говорю что все отдайте в руки божий помолитесь и пусть он вас приведет к хорошему доктору когда будете разговаривать с доктором то попросите его как максимально чтобы доктор избегал химии потому что когда есть проблемы уже и с памятью и с мозгом и еще химия это может конечно усугубить это первое но а что касается меня вы знаете у меня подход такой я не допускаю ни депрессии ни стрессов даже в самых тяжелых ситуациях казалось бы я потеряла маму есть люди которые впадают в такую депрессию бывает год два три нет нет я сделала все возможное все возможно как бы мне не было больно я сделала все возможно чтобы не допустить никаких депрессий во первых отдаешь себя в как можно больше в труд в работу благословения даришь любовь ближним стараешься себя увлечь заботами мы живем среди людей всегда есть о ком позаботиться вы знаете ежедневно нас вводят в заблуждение десятки противоречивых советов относительно правильного питания которые талии не повредят и пользу организму всякое разное сейчас можно встретить мне нравится как доктор один джонни брокис он говорит что ягоды оливковое масло орехи молочное должны присутствовать в ежедневном рационе здорового человека запомнить этого доктора джонни брокис а для повышения мозговой деятельности первое что нужно делать это кушать побольше зелени выращивайте ее на подоконниках у меня есть прекрасные видео как я выращиваю зелень из всего дайкон морковка свекла вся вот эта ботва все идет у меня зимой в салатик у меня прекрасные есть видео если я найду сброшу если нет посмотрите там у меня в кулинарии зеленые листовые овощи шпинат капуста это все необходимо помимо комплекса витаминов которые содержат в себе зелень она просто необходима для повышения мозговой активности человека и нужно съедать не менее 6 порций салата из свежих листовых овощей в неделю овощи овощи еще раз овощи запишите номер два овощи обязательно себе включите морковь перец баклажаны кабачки свеклу все что по вкусу это говорю не я это говорит доктор джонни брокис третье чтобы все было у вас хорошо с мозгом обязательно употребляйте орехи орехи они содержат полезные жиры и витамины они просто необходимы для нормальной работы мозга особенно грецкие орехи фисташки замечательно кэшью фундук в общем рекомендуется съедать по 5 небольших горсти орехов в неделю этого будет вполне достаточно если больше еще лучше ягоды все время показываю как я делаю йогурт и сама из домашнего кефира я обычно кефир делаю из козьего молока и туда побольше побольше красных разных ягод миксуйте любые ягоды полезны для организма и не есть их преступление если не сезон человеку достаточно съедать по две небольшие порции ягод в неделю их можно заморозить с лета и приобрести в супермаркетах ягоды их ничем не обрабатывают они прекрасно в заморозке хранятся сколько хотите и год а то бывает и два это не только прекрасная профилактика простуде но и целый комплекс необходимых для организма витаминов вот только если вы их разморозили уже второй раз заморозки не стоит поддавать сделайте мою белковую приправку как я ее делаю я вам показывала у меня есть на канале белковая приправа там внизу всегда будут ссылочки когда смотрите мой канал обращайте внимание на ссылочки бобовые это чечевица горох фасоль нут как-то показывала вот их можно и нужно употреблять больших количествах особенно чечевицу конечно это для меня фаворит чечевица она красавица она может быть вот и оранжевая и зелененькая и желтовастенькая замечательно рыбку не забывайте про рыбку кстати вот доктор джонни брокис утверждает что бобовые они не повредят даже если есть их три раза в день а рыбка рыбий жир он содержит жирные кислоты омега-3 это необходимо организму и вот брокис советует употреблять жирную морскую рыбу хотя бы раз в неделю это вполне достаточно я вам посоветую скумбрию запекать только запекать ни в коем случае не жарить жареная рыба это отрава это испорченная рыба ее можно выбросить только запеченная либо либо солите сами тоже у меня есть видео как я солю скумбрию очень просто смотрите зайдите в библиотечку зайдите в плейлисты в кулинарию вы там увидите много чего интересного как правильно употреблять недавно рассказывала про лен лен проращиваем каждый день сутки и лен уже пророщен вот с этой слизью добавляете во все каши во все даже в супчик можно класть но только уже остывший тепленький не в горячий иначе вы все убьете все витамины там и омега-3 омега-6 омега-9 в в этом замечательном продукте лен пророщенный на ночь залейте водичкой на сутки через сутки готово все курица курица особенно домашняя конечно она очень полезна для мозга за счет того что в ней содержится большое количество постного белка два раза в недельку рекомендует доктор джонни брокис оливковое масло ну у меня всегда всегда есть оливковое масло я его добавляю в композиции я делаю композиции масел что и вам советую это вообще порция оливкового масла как нектар для мозга это сказала не я это сказала доктор брокис джонни брокис его можно добавлять в салаты в качестве заправки и помнить о том что оливковое масло теряет полезные свойства под воздействием высоких температур и да можно ли на рождество выпить красного вина немножко доктор рекомендует употреблять его понемножку ну примерно сто двадцать пять миллилитров не больше так что не забудьте на рождество вот так вот дорогие мои вот это вот все и еще знаете что я сказала бы я бы сказала бы вам нужно пропить витамины В1 В2 В6 В12 вообще группы В вот поговорите своим доктором я думаю она вам скажет то же самое ну и кислород кислород мозгу просто необходим поэтому прогулочки 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 найдите себе хорошую дорожку бегайте ходите пешком гуляйте наслаждайтесь дышите не обязательно можно в компании ходить можно самой занимайтесь занимать не давайте место лени не давайте место тоске занимайте все свои места полезными делами ходите благословляйте народ радуйтесь жизни любите дарите любовь обязательно отключитесь от новостей от телевидения не смотрите шоу программы не смотрите фильмы разрывающие душу вызывающие слезы это все негативно влияет действует на психику уходите от этого всего ставьте перед собой только красивые картинки включите красивую музыку включите марио дельмонака марио ланца мастеров бельканта начните читать интересные книги и все у вас восстановится все у вас будет хорошо ну и конечно же пишите приятные комментарии пишите ставьте лайки оставайтесь с нами просите девочек и они вас также поддержат с нашего канала и мальчиков тоже у нас замечательные люди замечательнейшие собрались у нас бриллианты у нас люди которые не любят мата поэтому это я считаю уже говорит о том что у нас бриллианты самые настоящие бриллианты я люблю вас всех каждый кто подписался на мой канал является для меня особенным человеком будьте благословенны вы и ваши близкие пусть господь бог воздаст вам по вашим нуждам всегда молюсь о вас люблю вас пока 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 пока